Hi everyone! Вот у вас должно уже в нашей шпаргалке по фонетике на гласных должно быть прописано A, все транскрипционные символы, все варианты I. Также мы с вами уже сделали буковку I. И теперь, собственно, переходим к букве O. По тем же правилам. Сначала смотрим открытый слог, закрытый, открытый, закрытый, с буковкой R, и когда R между двумя гласными, а потом соединение буквы с другими гласными и согласными. Так, первое. Буквка O в открытом слоге читается как в алфавите, поэтому ваша роза, rose, превращается O, O, да? L обозначается не совсем через O, а через опять же шва. L получается, rose, ну, британский вариант. Не rose, а rose, что-то ближе к E, чем к O. Может быть, где-то увидите как O, да, для простоты. Stop. Что здесь? Опять же, два типа чтения. Ну, как, он один слог закрытый. Тип чтения в закрытом слоге. Я имею в виду два обозначения, может быть, просто как O. Stop. И ближе к что-то вот ближе к A. Вот такая вот перевернутая A. Stop. Ближе к американскому произношению. Для краткости, для понимания. Как видим, так и читаем. В закрытом слоге видим O, читаем O, да? Stop. Stop, stop. Stop, sport, здесь, опять же, удлинённое O, потому что из-за R, да? Тип чтения, гласное перед R. И когда R между гласными, тип чтения получается такой удлиняющий. More, опять же, R, R, не рычи, more, more, more не получится, поэтому получается что-то похожее на длинное O. More. So, rose, роза, stop, остановка, становиться, sport, sport, more, больше. Далее. В многосложных словах мы слышим шва, что-то похожее на какой-то невнятный E, да? Такой, когда оно безударное. В слове collect ударный слог второй. Lact, вот это, да? В первом вы не collect будете читать. Collect. Вот это вот зажевывается, да? И вот превращается в что-то, некое подобие E, а не какого-то, да? Collect. Ещё раз, тут работает правило правильно поставить ударение, и вы как бы автоматом вот этот слог произнесёте более-менее правильно. Вы просто на него не будете ставить ударение, и оно, вот это O, и превратится в это невнятное E. Далее идут уже сочетания закономерности. Две O вместе дают нам длинную U. Food, да? Но в некоторых словах просто там короткая U. Там тоже U, но она короткая. Иногда её вот ещё обозначают в некоторых транскрипциях значок, похожий на омегу скорее, вот так вот. Good, look, book, cook. Вот в этих словах. В некоторых словах там всего flood, blood. Я больше, наверное, не вспомню. Это будет похоже на A. Сочетание две O вместе. Не blood, а blood будет кровь. Flood, это флудить, это в русском варианте. На самом деле flood, потоп. Вот, собственно, более двух слов, я даже вам не вспомню, в каких ещё такой закономерность есть, но она есть. Далее, если R, опять же, после двойной буквы O, даёт нам что-то похожее на O или линное O. Может быть, вот так? Poor. В некоторых чтениях, особенно в британском. Poor, бедный. Poor. Или вот так вот. Poor. Да, главное, не pure. Pure – это уже совсем другое слово. Там poor, где-то многие путают его ещё со словом, с вот этим вот, pure – чистый. Poor – это бедный. Поэтому лучше уже проговаривайте его, как что-то похожее на длинную U. Только R не выговариваете, и у вас получится poor. И у вас получится, собственно, вот этот звук poor. Бедный. Так. Далее. Знак равно означает, что это то же самое. Ну, вот у вас OY. Да, так и будет OY. Сюда тоже входит буковка I в это сочетание. Тоже будет OY, да. Она же, он же этот вариант тефтонга, но только буковка Y здесь. Как в слове boy, например. Toy – игрушка, да. Далее. But у нас уже была лодка. Это либо O, либо OW. Скорее вот так обозначается. But, boat, out, да. Out, boat, coat, got. Тоже таких слов всего несколько. Бот – это лодка. Coat – это пальто. Got – козлик. Или козочка. Так. У вместе с Ю часто дают нам У. Вот как в слове Ю. Вот это первое – Й, да. А это У – Ю. Другой его тип чтения, как в слове house. Ау. Ау. House. И ещё один есть тип чтения. Country. Как в слове country. А. Вот и гадайте, где какое, да. На самом деле это закономерности. Да, это не тот случай, когда вот каждый раз надо слово проверять. Нет, это да. Нет, это да. Хорошо сказала. Это закономерности, но их три разных варианта. Поэтому в некоторых словах будет как house, mouse, да, звучать. В некоторых как country. В некоторых действительно как у, как в слове you. Там, не знаю, soup. Где там у нас ещё было. Вот ещё далее на эту же тему. Смотрите, что будет, когда are после o, you. Тоже разброс некий. Смотрите. Как в слове for. Что мы видим? Мы просто слышим точнее. Мы слышим длину о. For. Но вот в слове тур, который тур, да, например, подъехать в тур, уже ближе к tour, вот по транскрипции. Tour. Tour. А не tour, да. А далее уже вот смотрите. Ау, закономерность. Hour. Наш, да. Как в слове hour звучит одинаково. Ханя читается. Час. An hour. Час в смысле 60 минут, да. Тоже там а услышим. Вот это слово hour. Это наш. Ну, tour, понятно. For, 4. An hour. Это час. С артиклями написать, да. Вот an hour. И, например, route. Тоже здесь будет ау. То есть, в принципе, видим, да, что очень часто читается как ау, а иногда, особенно перед ар, как о. Вот. И ещё последняя здесь у нас закономерность, когда вместе с w. Здесь тоже разброс. Два варианта может быть. Либо ау, как в слове now, либо о, ну, как ау. По сути оу, да. Ну, по транскрипции это, конечно, ау. Иногда его ещё вот так вот, эту буковку у обозначают же, да, как через омегу. То есть у или вот так вот. Может быть, это всё будет у. И хорошая фраза здесь. Now I know. А теперь я знаю. Now I know. В одном у вас ау, в другом у вас ау. Вот и всё. Нету правила, после какой буквы. Нет. Никакого. Просто знать, что это сочетание будет либо ау, либо о. И там уже, да, в слове надо уже запоминать, в каком как. Но главный принцип всё равно есть. Он есть, он соблюдается, и его надо знать. Ох, улетели. То есть ваша задача вместе со мной прописать каждую гласную, заполнить вашу эту табличку транскрипцией и сюда подглядывать, как только встречаете какое-то слово, которое вы не знаете, как читать или забыли, как читать. Для себя его разберите, почему оно так читается. Если вы слово автоматически читаете правильно, всё окей, идите дальше. Так, и нам останется из vowels только буковка U и полугласная, полусогласная, ну я её гласная зачислила, буковка Y. Всё, до встречи к буковке U. Субтитры создавал DimaTorzok